Дорогие гости фестиваля, я приветствую всех тех, с кем не успела сегодня еще лично поздороваться. И сегодня я презентую вам свой онлайн-киноклуб, который так и называется, онлайн-киноклуб Дики Верникова «Потоки любви». «Потоки любви» — это не только название этого киноклуба, но и основная идея, которой мы будем пропитываться и в которой мы будем жить, когда будем работать с вами вместе. Наверное, многие из вас знают, что я занимаюсь метафорическими ассоциативными картами, преподаю, создаю свои колоды. И недавно мне пришло, что кино — это тоже метафорическая карта, но, наверное, еще более интересная, потому что это карта живая, динамическая и развивающаяся во времени. Дорогие мои друзья, все абсолютно фильмы о любви. Фильмы о любви — это фильмы о любви. Фильмы о войне — это тоже фильмы о любви. Приключенческие фильмы о любви, фильмы-фантази о любви и даже детективы — это фильмы о любви. Это фильмы о любви между мужчиной и женщиной, о любви к детям. Это фильмы о любви к Богу, к свободе, к душе, к другим людям. Знаете, в жизни мы очень часто ждем чудес, а на самом деле нужно просто открыться чуду и увидеть, что чудо везде. Чудеса начались в мире с момента сотворения мира, и они продолжаются ежеминутно, ежесекундно. И чудо на самом деле живет во всем. Чудо, когда росточек пробивается из зернышка. Чудо — это заход солнца, это восход солнца. И звездное небо в нашей голове — это тоже чудо. И великое чудо — это рождение ребенка, когда сливаются две клеточки, и рождается новая вселенная. Чудо — это взаимодействие между людьми, это творчество. Конечно же, чудо — это любовь. Все, что нам надо, это просто открыться этому чуду и научиться видеть это чудо везде. И научиться, даже не научиться, а вернуться к тому состоянию детскости, когда мы умеем чувствовать по-особенному. Видеть по-особенному, воспринимать жизнь по-особенному и, конечно же, радоваться. И если даже вот в тот момент вам кажется, что чудес еще не хватает, вы можете призывать чудеса в свою жизнь. И мне очень нравятся слова великого французского писателя и философа Дэнни Дедро, который говорил, «Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, чем чаще они происходят». Я сейчас прочитаю вам простую загадку и попрошу вас в свою прочтению дать мне всем залам слух ответ, что это правильный ответ. «В мире есть великая сила, которая сильнее самых накачанных бицепсов, крепче стали, тверже алмазом, нерушимая, непоколюбимая, вечная и бесконечная, рождающая жизнь, согревающая, освещающая наш путь». Что это? Любовь. Любовь, умнички. Любовь – это источник жизни и творчества. Вы знаете, несколько недель назад моя уважаемая коллега Ирина Алиник, Ирочка, если ты в зале, написала и издала книгу о создании арт-профактических творческих продуктов. И в процессе написания этой книги Ирина бросила мне запрос, как я создаю свои творческие продукты. Я на минуточку остановилась и задумалась, и поняла, что на самом деле я ничего не создаю. Я просто получаю информацию от мира, я ее структурирую, я ее записываю и передаю вам, моим уважаемым, дорогим слушателям. И ответила я Ирине словами главного героя из, возможно, известного вам фильма «Август Раш». Главный герой два фильма, очень талантливый, одаревый мальчик-музыкант, который говорит, послушайте, вы слышите музыка? Я слышу ее везде, в поранах ветра, в воздухе, в лучах света, она везде. Все, что нужно, просто открыться. Все, что нужно, просто слушать. И, конечно же, дорогие мои друзья, вы понимаете, что так создается не только музыка, так приходят в нашу жизнь прекрасные полотна художественные, так пишут стихи, так создаем мы с вами тренинги и колоды метаболических карт. На самом деле, жизнь — это школа любви. И в этой школе любви мы проходим определенные духовные уроки на умение любить. И экзамены мы сдаем на умение любить. И эти статс грелости мы получаем тогда, когда уже учились любви. Но очень часто мы не слышим, как с нами говорит жизнь. А жизнь говорит шепотом любви. Но, к сожалению, внешняя суета, вот эти все поверхностные какие-то шумы отрезают нас от плаван. И любовь шепчет, а мы не слышим. И, извините, я очень грубо сейчас выражусь, но так не нужно. Мы тогда прем во жизни танком. И очень часто мы прем не в ту сторону. И мы разбиваемся в кровь, и это очень больно. И мы уничижаем себя, уничтожаем других людей, но мы все же премся танком. И тогда включается голос совести. Но часто, к сожалению, мы не слышим его. И вот тогда включается следующее. Включается выбор страдания. И очень мне понравилось, как Ирочка Рай сказала, что тренерами очень часто становятся люди, которые прошли в жизни большие испытания. Это правда. Именно такие люди становятся не просто тренерами, а хорошими тренерами. Вообще, на самом деле, в жизни существует только два пути. Есть один из законов вселенских. Это закон свободы выбора. И мы с вами вольны выбрать, каким путем нам идти. Это путь страдания и путь осознания. И вы знаете, на самом деле, одно из качеств души – это вечность. Душа человеческая вечна. И у нас впереди не просто много времени, перед нами впереди вечность. И мы можем ходить по кругу, по кругу, по кругу, выбирая путь страдания. А можем прямо здесь и сейчас выбрать путь осознания. И это совершенно уже будет другой путь и другое качество жизни. В физическом мире действуют физические законы. В духовном мире действуют законы духовные. И самый главный закон, закон духовного развития – это закон, из которого вытекают все вселенские законы духовные. И это, конечно же, закон любви. И все вселенские законы в него возвращаются. То есть главный-главный вселенский закон духовного развития – это закон любви. Вы знаете, чем дольше живешь, чем дольше преподаешь, тем глубже понимаешь, что на самом деле все проблемы человек создает себе сам. Вот это просто уже проверено на тысячу процентов. И здесь на помощь тоже приходит любовь. У меня есть любимый фильм о любви, и этот любимый фильм о любви называется «Спеши любить». Вы смотрели этот фильм, наверное, если не смотрели, обязательно его посмотрите. В этом фильме звучат великие слова апостола Павла. И, вы знаете, я чувствую эти слова, но что-то, наверное, еще не до конца во мне щелкнуло. И мне кажется, что если я осознаю и проникнусь этим до конца, вот моя миссия будет полностью выполнена. Я смогу жить на тысячу процентов так, как завещал апостол Павел. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Очень важно научиться нам также балансу, балансу любви, балансу принимать и отдавать. Очень часто, вот я сейчас приведу аналогию с миром нашим физическим. Мы хотим кому-то что-то подарить. Хочу я сейчас подарить кому-то машину. Но у меня нету лишней машины, у меня есть только одна. И подарить ее, к сожалению, не могу. Хочу кому-то помочь оплатить обучение. Но предположим, лишних денег тоже нет, я этого сделать не могу. Точно так же, дорогие мои, с любовью. Мы хотим дарить любовь, но если сами мы не наполнены этим качеством и состоянием, подарить нам нечего, мы пустой сосуд. И это надо очень четко осознавать, это надо ясно чувствовать. И только если мы наполнены сами, мы в состоянии отдавать, переливать другие сосуды любви. Это наши дети, это наши любимые, это люди, которых мы обучаем. Это все, с кем мы сталкиваемся в ежедневной нашей жизни. И только тогда, и еще ждем любви от других. Но если они пустые сосуды, они тоже не в состоянии нас наполнить предолюбовью. А все в жизни начинается с нас. Полную ответственность мы берем на себя. То есть мы сначала сами входим в состояние любви, мы не наполняемся, мы ее отдаем. И люди проникают с этим состоянием, они по наитию идут нашим путем. Только наполняясь сами, они могут наполнять уже и нас. Вы знаете, жизнь становится все дороже. С каждым днем все дороже. Поплата за квартиру, какие-то продукты питания, все дороже и дороже. Но самое ценное в нашей жизни – любовь. Доступна каждому. Потому что любовь ничего не стоит. И любовь вечно и бесконечно. А наполниться любовью на самом деле очень легко. Для самого начала вы можете сделать очень простую практику. Вам нужно закрыть глаза и провести вот такую простую визуализацию. Представить, как из космоса в вашу макушечку, верхнюю чакру, спускается прозрачный, изумрудный луч света. Он проникает сквозь машину в макушечку, он проникает в сердечно-энергетический центр. И из сердечно-энергетического центра этот изумрудный зеленый луч вы можете направлять своим деткам, своим любимым, своим ученикам. Так можно исцелять других людей. Так можно передавать энергию. Так можно поддерживать. Так можно исцелять даже планету Земля. Так можно исцелять всю Вселенную. Любовь – это иное качество жизни. Две недели назад я проводила свой фестиваль по метафорическим каверам, там максимум 20-15. И после нескольких линеек ко мне подошла одна из тренеров нашего фестиваля и сказала, «Ника, я потрясена. Вы так презентуете своих учеников, вы столько в это подкладываете любви и энергии. Я живу в маленьком городе». А на самом деле это не маленький город. Город, который назвала моя уважаемая тренер, это очень большой, солидный, очень хороший, известный город. Но она сказала, что в нашем маленьком городе так не принято. Работы для психолога не так много. И, в общем-то, учителя не продвигают своих студентов, а каждый заинтересован в продвижении самого себя. И этот случай показался мне, честно говоря, очень смешным. Потому что существует две философии. Это философия избыточности и недостаточности. Вот если мы живем в философии недостаточности, для нас всегда в этом мире будет мало денег, мало учеников, мало энергии, всего мало. Если мы живем в философии избыточности, всего на самом деле очень много. Вы знаете, дело в том, что Вселенная изобильна. Я скажу вам сегодня больше. Вселенная не просто изобильна, она преизобильна. Денег, работы, любви больше, чем мы можем с вами востребовать за нашу жизнь и использовать. Еще хочу сказать вам, что любовь – это действительно одно качество жизни. Потому что когда вы живете в состоянии любви и из состояния любви, такие вещи, как зло, болезни, конкуренция, борьба, весь негатив уходят. И на самом деле, мне кажется, давно уже пора понять, что эра, в которой мы живем, мы переросли конкуренцию. Мы сейчас работаем только-только в сотрудничестве. Вот что у меня, собственно говоря, происходит с Леной Тараниной. Было бы смешно, если бы мы сейчас пихли сконкурировать. Это дико, нелепо. Мы создаем общие проекты, мы их подбегаем. Эти проекты нравятся людям. Мы получаем от этого море, море удовольствия. Любовь – это единственная правда жизни. Есть чудесный фильм, который называется «Письма в Джуете». Возможно, посмотрите этот фильм, если нет, посмотрите. В этом фильме звучат слова великого шестира. И два главных героя читают это четверостишее от полочеря. «Не верь, что в звездах есть огонь. Не верь, что солнце встанет вновь. Не верь, что в истине нет лжи. Но верь в мою любовь». По-моему, безумно красиво. И главное, правдиво. Да, действительно, потому что любовь – единственная правда жизни. Я приглашаю вас в свой кинокурб. Что мы будем делать в нашем онлайн-кинокурбе? Мы с вами будем учиться смотреть фильмы по-новому. Потому что на самом деле мы бы с вами смотрели сотни фильмов. Да, мы плачем, мы смеемся, но очень быстро об этом забываем. Мы будем с вами учиться смотреть фильмы по-новому, в состоянии осознанности. И мы будем открывать потом любви в нашу жизнь. Мы будем с вами использовать и смешивать кинотерапию и кинотренинги с самыми разнообразными другими психологическими, актеропатическими техниками и методиками. Мы будем рисовать, мы будем писать, сочинять. Кто-то даже будет сочинять музыку, а кто-то – стихи. То есть мы с вами будем делать все, чтобы действительно открыть поток любви в нашу с вами жизнь. Онлайн-кинокурб Ники Верниковой «В потоке любви». Я очень благодарна моим дорогим менеджерам Татьяне Кирьеву. Давайте поаплодируем памяти. И Владиславе Соболевой, которая присутствовала вчера и с нами, которая нет сегодня, за то, что они поддержали мою идею проводить этот онлайн-кинокурб абсолютно бесплатно. И вы знаете, я вчера уже говорила о тем, кто был на моем мастер-классе. Это как ни странно, но я почему-то жду этого кинотклуба бесплатного, больше, чем в своих главных проектов. Вот настолько у меня это отзывается, настолько этого хочется. Поэтому, пожалуйста, приходите. В кавычках, потому что мероприятие онлайн. И приводите своих друзей. Вот есть какое-то чувство, осознание миссии, что мне есть что-то вас нанести. И для меня это очень-очень важно. И я верю, что это откликнется вам. И я знаю, что вы это понесете дальше. К этому фестивалю «Арт-практик» я создала набор открыток психологических, потому что до сих пор я создавала только метафорические карты. И первый набор психологических открыток называется «Киноглуб о любви». В нем я представила 20 кинофильмов, кинофильмов о любви. Я работала с моей художницей, работала с огромным удовольствием. Мы собирали фильмы и создавали символы под каждый фильм. И к этим открыткам приводится методичка, где представлены каждому фильму по 10, 11, 12 вопросов. То есть фактически эти открытки – это 20 кинотренингов, которые вы уже можете проводить, кинотренингов о любви. Что я хочу вам показать сейчас? Я даже не знаю, как я это сделаю технически, но как-то сделаю. Я хочу вам показать ритуал, который пришел ко мне под названием «Ритуал Айсидора Гунка». Я не знаю, насколько это действительно ритуал Айсидора Гунка, но этот ритуал прекрасен. Я сейчас буду это показывать. Я не знаю, вы, наверное, не сможете, потому что вам это будет наглоняться, впитываете. Это легко запомнить. А делается, это ритуал любви. А делается он следующим образом. Я беру любовь своего сердца. Делайте только ручками, да, но я могу только одной, а вы просто без визуально. Я делаю одну, потому что тоже в одной держу микрофон. Я беру любовь своего сердца и отдаю ее земле. Я беру любовь земли и забираю в свое сердце. Я беру любовь в свое сердце и отдаю ее небесам. Я беру любовь небес и забираю ее в свое сердце. Я отдаю всю свою любовь людям. Вот так вот, что я беру. Миром правит любовь. Миром правит любовь, потому что любовь – это Бог. Когда я только заговариваю о Боге, а заговариваю о Боге очень часто, у меня сразу же мои слушатели и друзья и знакомые новые спрашивают, какую религию исповедуешь. Я не исповедую никакую религию. Я не отношусь ни к одной религиозной конфессии. Но я очень верю в Бога. Я знаю, что Бог – это любовь. Я исповедую любовь. Я очень уважительно отношусь к людям, представителям всех конфессий религиозных. И хочу донести до вас следующее. Если вы идете каким-то путем, путем какой-то религии, это здорово, потому что вы идете за Богом, вы идете за любовью. Будь вы христианин, индуист, буддист, иудаист, кто угодно, главное – иметь осознанность, что Бог – это любовь. И если представитель любой конфессии, любой религии это будет понимать, осознавать, принимать на глубинном уровне, в наш мир больше никогда не придут крестовые походы. Никогда больше не будет сжигания вей в благостре. Никогда не будет войны. Я люблю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова